Здравствуйте, уважаемые посетители нашего музея. Мы приветствуем вас на очередной программе из цикла «Полная версия», посвященной конкретным экспонатам нашего музея, разным интересным фактам про них. Сегодня мы расскажем про плакат времен Гражданской войны, который называется «За единую Россию». Сегодня этот плакат часто вызывает ассоциацию с политической агитацией современной российской партии. Но в годы Гражданской войны лозунг «За единую Россию» оснащил совсем иное и означал борьбу за сохранение территориальной целостности нашей страны. Сама идея единой неделимой России, она гораздо старше, чем Гражданская война в России, она появилась в XIX веке и была связана с обострением межнациональных противоречий на западных окраинах Российской империи. Тогда основным национальным вопросом Российской империи был польский вопрос. В XII веке польское государство прекратило свое существование. Его территория была поделена между соседями – Россией, Пруссией и Австрией. При этом к России отошли территории Западной Украины и Белоруссии, которые в то время считались западно-русскими землями. А украинцы и белорусы считались частями большого триединого русского народа. Поляки не смирились с потерей независимости и неоднократно поднимали восстание. Очередное польское восстание началось в 1863 году. Его участники боролись за восстановление единой Польши в границах до разделов Речи Посполитой. Но как и предыдущие восстания, это восстание потерпело поражение. После подавления польского восстания 1863 года киевский историк-публицист Михаил Владимирович Юзефович, являвшийся активным противником польского и украинского национальных движений, выступил с инициативой создать в Киеве памятник Гетману Богдану Хмельницкому, чье имя олицетворяло единство западно-русских земель и России. По замыслу Юзефовича этот памятник должен был включать в себя множество элементов, в том числе фигуры Великоросса, Малоросса, Белоруса и жителя Галиции, а также надписи на постаменте Богдану Хмельницкому «Единая, неделимая Россия» и еще фигуры поверженных поляков и евреев. Большая часть замыслов Юзефовича так и осталась нереализованной. Но вот сама надпись на постаменте «Богдану Хмельницкому единая и неделимая Россия» была в итоге создана. Памятник Богдану Хмельницкому открылся в 1888 году в Киеве. Надпись на постаменте, гласившая о том, что памятник сделан в память о единстве и неделимости России, сохранялась на постаменте до 1924 года, а потом была сбита. И сегодня на этом месте просто надпись «Богдан Хмельницкий, 1888 год. Год открытия памятника». После подавления восстания 1863 года, польский вопрос надолго ушел с политической сцены Российской империи. Но в последние третьи 19 века в России начинает активно развиваться социалистическое движение. Социалисты, вначале народники, а затем социал-демократы и эсеры, выступали с превращением России в Федерацию самоуправляемых областей. Социалисты стали одним из главных участников революции 1905 года. Страной охватили забастовки и демонстрации. Началась волна террористических актов. Вспыхнули восстания на флоте. В этой ситуации правительство пошло на реформы. В 1906 году была издана новая редакция основных государственных законов Российской империи, фактически ставшая первой русской конституцией. Первая статья новых основных законов гласила «Государство российское едино и неделимо». Тогда же началось формирование либеральных и монархических партий. Правые либералы, октябристы и монархисты-черносотинцы расходились по вопросу о том, сколько прав давать нерусским народом империи, восходились в одном – Российская империя должна оставаться единым и неделимым государством. Устав главной черносотенной организации Союза Русского Народа прямо гласил «Союз создан для объединения русских людей на пользу своей Родины, единой и неделимой России». А воззвание Союза 17 октября утверждало, что Союз борется за сохранение единства и неделимости России. Особую позицию по вопросу государственного устройства России занимали кадеты. Левые либералы. Они выступали за автономию регионов России, за расширение местного самоуправления. И подчеркивали, что федерация, которые говорят социалисты, это появление в регионах самостоятельных государственных институтов, парламентов, правительств и тому подобного. А автономия просто предусматривает расширение прав местного самоуправления и ни в коем случае не означает разделение России на какие-то отдельные области. Таким образом, мы видим, что еще до Гражданской войны большая часть участников Белого движения, от кадетов до черносотенцев, была объединена идеей сохранения единства и неделимости России. Белое движение начало формироваться вскоре после Октябрьского переворота 1917 года. Но поначалу белогвардейцы ничего не говорили о единстве и неделимости России. В их документах речь шла о защите русской свободы. Идея единой и неделимой России появляется в Белом движении только в марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мира с Германией, которому Россия теряла огромные территории. При Балтике, Белоруссии и на Украине. Идея единой и неделимой России объединяла всех лидеров Белого движения и стала главной позитивной идеей белогвардейцев. Сторонниками были генералы Антон Иванович Деникин и Николай Николаевич Денич, адмирал Александр Васильевич Калчак. Наиболее последовательным и твердым сторонником единой и неделимой России был генерал Антон Деникин, возглавлявший добровольческую армию, которая в 1919 году стала частью вооруженных сил Юга России, объединивших добровольческую армию и казачьи формирования. В ноябре 1918 года самый мощный бронепоезд Деникинской армии получил название «Единая Россия». Сейчас мы его увидим. Вот он. Бронепоезд «Единая Россия» сыграл большую роль в штурме Царицына в летом 1919 года. 30 июня 1919 года после ожесточенной артподготовки Царицын был взят белогвардейцами, важнейший пункт красноармейской обороны в Поволжье был захвачен белыми. Через пять дней в город прибыл сам генерал Деникин. 4 июля 1919 года в Царицыне он сдал свою знаменитую московскую директиву, объявлявшую главной целью белой армии наступление на Москву. Тогда же, в летом 1919 года, одним из художников Освага, скрывшегося под псевдонимом «ВЗ», был создан флакат за «Единую Россию». Этот флакат мы видим в нашей экспозиции. Отметьте, что у нас в экспозиции представлен только фрагмент флаката. Нижняя часть флаката, включающая подпись художника, вот она, у нас оказалась обрезана из-за недостатка места. Осваг, где работал автор этого флаката, шифровывается как осведомительное агентство. Оно было создано при Деникинской армии в 1918 году. И соединяло в себе функции разведки, контрразведки и управления агитацией и пропагандой. Смена агитационно-пропагандистская функция и была главной задачей Освага. Его работники создавали листовки и плакаты, ставили спектакли и кинофильмы, которые должны были донести до населения основные положения Деникинской политики. Плакат «За единую Россию» символически выражал основные положения московской директивы. Председание этого плаката художники Освага использовали традиционные образы русской культуры. Белое движение было показано как воин-богатырь, борющийся со злобным драконом большевизма, а успехи белых связывались с солнечным восходом, который разгоняет тьму злых сил. Использование традиционных змееборческих мотивов восходило к образам религии и фольклора, к образу святого великомученика Георгия Победоносца и богатыря Добрыни Никитича, одолевшего змея Горыныча. Как было принято в белоквартийской пропаганде, подпись к флакату подробно расшифровывала его содержание. Она гласила, плотным змеиным кольцом охватил большевизм сердце России. Казалось, ничто не в силах вырвать жертв. Но вот в лучах восходящего солнца появился всадник, добровольно взявший на себя подвиг спасения России. Мощно занесена рука всадника, и в бессильной ярости чувствует змий, что тверда эта рука, верен ей я удар, не избежать ему карающей десницы. Некоторые пункты этой подписи также символически выражали суть пелогвардейской политики. Так, обозначение Москвы как сердце России дословно повторял соответствующий пассаж из московской директивы Деникина. Показание на добровольный характер подвигов садника отсылало к добровольческой армии, ставшей основой вооруженных сил Юга России. Однако Деникинское наступление на Москву потерпело полный провал. В ноябре 1919 года Красная Армия перешла в контрнаступление. Вооруженные силы России стремительно наступали на юг, на Дон и на Кубань. В марте 1920 года остатки Деникинской армии большими потерями эвакуировались из Новороссийска в Крым. В апреле того же года, через месяц после Новороссийской катастрофы, генерал Деникин подал в отставку, передал командование армии барону Петру Николаевичу Врангелю и отбыл в эмиграцию. Белоквардейцы на юге России в обе с Франгелем бронялись в Крыму до осени 1920 года. Но силы были неравны. На 1920-го Красная Армия прорвала белоквардейские укрепления на Перекопском перешейке и овладела Крымом. Остатки франгельской армии эвакуировались в Константинополь. После этого решающий период гражданской войны завершился победой Красной Армии. Последние белые правительства на окраинах бывшей Российской империи были ликвидированы в 1920-1922 годах. Позднее, уже в эмиграции князь лидеров белого движения вождь партии кадетов Павел Николаевич Милюков горько заметил «Единая Россия» – лозунг нас погубивший. Конечно, поражение белых армий было много причин, но одной из них стала неспособность лидеров белого движения к компромиссу с национальными движениями. Прямолинейно понятая неделимость России отпугивала многих лидеров национальных движений. В то время, когда Деникинская армия наступала на Москву, ее тылы тревожили отряды Украинской Народной Республики, а польская армия в связи с Юзифом Пилсудским отказалась помогать Деникину, потому что Деникин отказался обсуждать с Пилсудским вопрос о землях Белоруссии и Западной Украины. В этом плане большевики представляли себя гораздо более гибкими и хитроумными политиками. Произовав давнюю социалистическую программу, они ввели Россию и Федерации. Хотя на практике Советская Россия стала жестким унитарным государством с максимально возможной централизацией, на бумаге она всегда оставалась Федеративной Республикой. В 1991 году своя советская и социалистическая исчезли из названия России и РСФСР превратилась просто в Российскую Федерацию. И уже история конца 20-го, начала 21-го веков показала, что федеративная форма государственного устройства является наиболее приемлемой для такой обширной многонациональной страны, как Россия. А государство является по-настоящему единым и прочным только тогда, когда в нем учитываются интересы всех его граждан. Спасибо за внимание. Я буду рад ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!